Телеканал КРТ представляет Я думаю, мы все помним наши эмоции и наши чувства, когда мы увидели 73% на президентских выборах. И Владимир Александрович, он ошибочно полагает, что вот эти 73% они все принадлежат ему, потому что он такой молодец, потому что он такой талантливый, классный парень, и вот если бы не он, то такого результата бы не было. К сожалению, Владимир Александрович не додумался и не догадался, возможно, благодаря своим советникам, что эти 73% это была продемонстрирована усталость. Усталость от постоянной тирании, усталость от того, что ты не такой, усталость от того, что ты неправильно, что ты не можешь смотреть фильмы, что ты не можешь выйти на улицу, что ты не можешь читать определенные книги, говорить на каком-то языке. Да, всегда говорят, что где ущемление и давление на язык? Ты можешь использовать язык, какой хочешь, но на самом деле мы же знаем и мы понимаем, что давление идет, давление идет сильное, что нельзя уже в школах, например, учиться. Даже просто как дополнительный русский язык это все равно шло давление, шло какое-то сопротивление этому всему. Что мне рассказывать, если мы все понимаем, все живут в этой стране и знают, как это происходило? Когда пришел Владимир Александрович, я помню это состояние, что все попрятались. Все радикальные организации, С-14, НАЦКОРПУС, они все сели и сидели тихонечко. Прям почувствовался вот этот вот свежий воздух от того, что наконец-то перестал происходить беспредел. Я думаю, заметили это все. И каково же было мое удивление, когда спустя месяц, два, три, четыре, пять, когда начали проявляться какие-то первые, вырываться эти ростки хаоса и беззакония, это как пробовать постоянно, куда ты можешь зайти дальше. Вот ты один раз попробовал, никакой реакции. Второй раз попробовал, никакой реакции. Конечно, что приходит в голову всем вот этим вот организациям, когда они видят, что слушайте, круто, а ведь на самом деле даже при Порошенко такого не было. То есть если при Порошенко была просто своя вертикаль власти, если была узурпация власти, то здесь просто власти не существует. Ее не существует. Она существует только для тех, кто поддерживал Владимира Александровича. На радикальной организации никакого вообще внимания, на полный беспредел никакого внимания. Вы слышали вообще одну официальную позицию власти о том, что ненормально избивать и убивать людей, ненормально, что ходят все эти радикальные группировки по улицам, и они не просто ходят, они ходят с битами, они ходят с оружием, они ходят просто для того, чтобы избивать и убивать людей. И что потом говорит Никита Патураев из «Слуги народа»? Он говорит о том, что надо посмотреть на себя в зеркало и подумать, почему вас избивают. И тут, с другой стороны, мы видим, на кого пошла атака. Атака пошла на тех, кто поддерживал Владимира Александровича, кто поддерживал даже эту нездебную «Слугу народа», потому что по их спискам уже было все тогда понятно. Первое время было обидно, потому что мы уже знали, сколько мы приложили усилий для того, чтобы Порошенко не вернулся к власти, сколько мы приложили усилий для того, чтобы разоблачать ложь, которая была. Да, в конце концов, ну, есть какие-то понятия, наверное, абсолютно человеческой справедливости, когда на прямом канале, который все понимают, что он принадлежит Петру Алексеевичу Порошенко, когда называют Зеленского наркоманом, когда оскорбляют его семью, когда переезжают его грузовиком, и мы понимаем, что он никакой реакции. И ладно, если бы там нельзя, да, только свои обиды использовать для закрытия телеканалов. Ну, например, я лично писала заявление на прямой канал по разжиганию ненависти, когда назывались свиноросами в эфире телеканала. И ничего, вы не поверите, нацрада по ТВ и радиовещанию не сделала ничего. Они сказали, что они не могут найти эфир, что это не тот эфир, что на самом деле им нужен эфир на диске. Они не сделали ничего. И мы, конечно же, надеялись, что 6 лет мы видели фейки, мы видели постоянное разжигание, мы видели ложь, мы видели ненависть, мы видели нетерпимость к людям другим, и мы хотели, чтобы это прекратилось на телевидении. И сейчас получается что? Получается так, что те люди, которые в свое время поддерживали Владимира Александровича, они стали неугодными. И их можно закрывать, как мы видим с каналом КРТ, когда лишили его лицензии. Просто так, вот так вот, раз, легко, и лишили. Хотя некоторых годами просишь не просто лишить лицензии, а хотя бы отреагировать. Отреагируйте на ту ненависть, которая льется с экранов телеканалов, которая вдалбливается в головы людям, и они ничего не делают. А тут сделали моментально. Что мы сейчас видим? Мы видим то, что когда наши журналисты, другие журналисты, приходят, например, под суд к Стерненко, мы видим, что абсолютно неадекватно начинают нападать, начинают рассказывать о том, что вы уходите отсюда, матерными словами. И полиция стоит, и полицию бьют, и они ничего не делают, и никто не задержан, и никто даже не заявляет о том, что с прессой себя так вести нельзя. Потому что те считают, что мы не пресса, вы не журналисты, и они открыто это говорят, открыто нападают. А всё почему? Потому что они знают, что власти нет, они даже её не уважают. Когда власти нет, когда к тебе нет уважения, когда ты понимаешь, что ты окружил себя советниками, и ты, в принципе, лишил себя какой-то вообще власти, и все уже сейчас это замечают, что можно делать, когда у тебя управляют государством два советника? Можно срывать свою злость на тех, кто тебя вчера поддерживал. Можно их закрывать, можно их выливать на них уж от грязи, можно постоянно заказывать какие-то провокации, какие-то заказные статьи, потому что мы сейчас что видим? Мы сейчас видим, например, если вы вчера смотрели за ситуацией, когда Владимир Александрович пошёл в супермаркет в Донецкой области, то вы бы, наверное, заметили, как везде на всех фотографиях рядом с Владимиром Александровичем присутствует его советник Ермак. Раньше вы видели, наверное, это с советником замглавы офиса президента, вы видели это, наверное, с Кириллом Тимошенко. То есть везде присутствовал Кирилл Тимошенко. Уже доходит до абсурдного, до того, что Владимир Александрович покупает чашечку кофе, рядом стоит Ермак тоже. Владимир Александрович идёт на кассу, а сзади идёт Ермак. Возникает вопрос, а не может Владимир Александрович сам, как президент, отойти немножко от своих советников и от своего офиса президента? Потому что я уверена, что вы ранее при других президентах даже не знали имён, кто стоит во главе офиса президента. А сейчас вы знаете. Почему? Потому что Владимир Александрович не управляет государством. Вместо него есть люди, которые хотят продемонстрировать вот этими вот фотографиями, этими видео. Они хотят продемонстрировать, что на самом деле власть в их руках. Для чего? Для того, чтобы заниматься договорниками, для того, чтобы делать откаты, для того, чтобы разворовать, в конце концов, фонд для борьбы с коронавирусом, якобы направить на большую стройку и распилить его удачненько, привозить на Мрии гуманитарный груз и продавать его в эпицентре. И вот для этого всё делается. И тут появляются журналисты, и тут появляются телеканалы, которые это показывают, которых это не устраивает. Потому что вместо этого вы бы лучше занимались беззаконием на улицах вашей страны. Они этим не занимаются. Поэтому, конечно же, что будет делать офис президента, когда его разоблачают. Он будет закрывать рот, он будет закрывать просто телеканалы, отбирать лицензию, он будет пытаться рыдернуть телеканалы, он будет какие-то открывать уголовные дела против журналистов. Потому что так легче всего. Потому что на самом деле все те надежды, которые мы возлагали на них, они их не воплотили в жизнь, они их не исполнили. И я думаю, что это самое большое разочарование. Потому что, ну, когда приходил Порошенко, у меня, например, не было особых надежд в отношении миллиардера, который всю жизнь зарабатывал на этом государстве. А вот когда ты приходил, и когда на тебя столько надежд возлагали, а ты настолько слаб, что ты отдал всю власть в руки своим каким-то помощникам, то это вызывает только какое-то презрение. И я не представляю, как можно настолько неуважительно относиться к своим избирателям. Но я хочу сказать, что в эпоху интернета, в эпоху телеграм-каналов, ютуб-каналов уже невозможно просто взять и закрыть рот. Отобрать лицензию, закрыть телеканалы. Вы можете пытаться, но это все показывается, люди все все равно видят, и оценку вам скоро дадут.